Загляни в лавкорпагдон.ком, закажи услугу Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео! Всем привет, мальчишки и девчонки! С вами Нитрич, и играем мы в Black Desert Online. Сегодня у нас на разборе это Тоса Пробужденный. Ух, ну что, не прошло и пару месяцев, как вышло Пробуждение. Пробуждение у нас играется вот с такими шарами, которые вокруг не в себя он запускает, и с магическим кинжалом. Очень похож персонаж на Мудреца Наследного. По поведению, по тому, как он передвигается в блинках. Конечно, он полностью не исчезает, но при этом его сложно поймать. Выглядит он классно. Если честно, мне герой вообще понравился. Хочу за него поиграть, потопить. Ну и, конечно же, жду, когда его уже забустят, именно для PvP. А сегодня мы именно разберем PvE. То есть PvP я попозже выпущу на канале, вы увидите, а сегодня будет больше PvE, конечно же. Хочу вас пригласить ко мне в гильдию в IDQD. Здесь я играю RL определенного рейда. И приходите ко мне именно в пачку. Играть вместе мы ходим на порезки, на Боленос, на Сирендию. По субботам играем Боленос. Начнем, как всегда, быстренько по скиллам пробежимся. По самому главному, какая же у него специфика и вообще, что к чему тут ему надавали. Полезно, не полезно, круто, не круто. Сразу же заострю свое внимание на том, что у него отличный показатель брони. И одевается он в снижение урона, так как у него есть баф на плюс 20 защиты. Далее, тут есть всякие фишки, но сейчас начнем сверху вниз. Ешка, которую он бафает на себя, она бафается с быстрого слота. И то, что круто, она дает всю атаку плюс 30. То есть у нас уже, если мы ходим на арену крови или без порезок, уже дает больше урона. Шанс крита 50%. Редко у каких героев дается такой баф, значит, Тосе он очень необходим пробужденному. И мы постоянно должны его поддерживать. Дальше у нас идет особый урон персонажа и союзников плюс 5%. То есть он бафает союзников, представляете? И макс хп 2500 союзникам и себе. Это офигеть просто. Игнор всего сопротивления персонажа и союзников плюс 10%. На 10 секунд снижение урона персонажа и союзников 10%. Это как вот, допустим, купол есть у волшебника, как есть купол на себя у фурии, к примеру. Как у дракани есть на себя купол у наследной. Вот такой вот куполок, который снижает дофигища урона, когда входит в тебя. Восстановление хп персонажей и союзников 2500. То есть, по идее, эта ешка должна прожиматься, когда вы ворвались, вы отхилили союзников, еще и сверху наложили 2500. То есть, в итоге у нас получается такой баф на 5 косарей. Отхил и еще баф сверху. Круто? Круто. Но, единственное, что накладывается на 10 секунд. Ну, а восстановление тут, конечно же, не написано, потому что хилит моментально. Ну, ешка такая достойная и для масс пвп больше, конечно. В пве у нас, что ешка даст нам. Только особый урон 5% и... Ну, 5% крит урона, это считай, как будто бы ты вставил чуть ли не 2 хрусталя в кольца. Кольца 2 хрусталя, это 6%. Ну, хороший баф. Хороший баф на пве. И тридцатку в пве. В принципе, достойно. Ну, шанс крита, да, который ему нужен. Не, хорошая ешка и в пвп, и в пве. 50 раз сказал, хорошая ешка. Ставь лайк, если ешка хорошая. Так, едем дальше. Удар вниз. Это у нас просто ешечка. Во время прыжка вперед, облачное крыло небесного шага ЛКМ. То есть, как это выглядит? Когда просто с места можем нажать Е, либо, к примеру, мы забрались сюда и нажали Е, когда опускаемся. Кстати, здесь у нас неуязы. Вы можете посмотреть невредимости, сколько количества здесь посмотреть, устойчивости, в общем, все это посмотреть, сколько ошеломлений, отталкиваний и так далее он накладывает. Самое крутое то, что я хочу отметить, это не прям какой-то разбор такой и пересказ этих скиллов, а то, что ему дали такие пять элементов. Давайте сразу же с них начнем. Остальное вы и без меня прочитаете. Так вот, эти пять элементов у нас работают следующим образом. Когда мы на монстра, либо на персонажа кастуем один элемент, последующий элемент будет накладывать на нас определенные дополнительные бонусы. И здесь они перечислены. Сверху вниз. При активации элементов вся атака 20 на 5 секунд. Царство 5 элементов, которые на 12 секунд активируют энергию элементов. Тут, короче, бла-бла-бла, бла-бла-бла и дальше пошло. Перечисляется у нас какой элемент, что это такое и какой элемент к какому скилу относится. Далее у нас идет урон. Также дополнительно активируется благоприятный для союзников эффект взаимодействия и накладывается на врагов минус защиту и минус коэффициент уклонения. Как это работает? К примеру, вот у меня монстр. Я подошел, дал огонь и дал землю. И сразу же минус две защиты повесилось. Потому что у меня на пробуждении навыков на Shift-F стоит минус защита. Давайте отойдем. И к примеру, я кастану два навыка, на которых у меня нет минус защиты. К примеру, Shift-LKM и Shift-F. Наложилась минус защита. Поняли, да, как работает накладывание минус защиты? На скиллах минус защиты нет, как мы к этому привыкли. Как я рассказывал в своих гайдах, как нужно накладывать минус защиту, бафаться и так далее. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Как сделать свою комбу. Видос так называется. Он у нас, по-моему, есть в шпаргалке. Шпаргалка есть на Boosty. Заходите на Boosty. Там есть куча полезной информации. Там есть все для новичка, все для тех, кто вернулся в игру. Там полностью расписано, где какие споты. Я все за этим слежу, обновляю. А это список наших бустеров. Спасибо, ребята, вам огромное за поддержку нашего канала. Так вот, что-то я немножко отвлекся по поводу пяти элементов. Читаем дальше. Внизу. Взаимодействие. Дерево усиливает огонь. То есть мы сначала накладываем скилл дерева, потом огонь. И бафается нам 5% и союзникам 5% спецатак. Дальше у нас идет огонь обогащает землю. То есть мы бьем огнем, вверху землю и на всех союзников и на меня накладывается 3000 хп на 5 секунд. Круто, круто. Земля рождает металл. То есть сначала землю, потом металл. И бафается на союзников 10% игнорирование всего сопротивления. То есть чаще контролим врага. Если мы наложим металл, а затем воду, то у нас на союзников и меня снижение урона, вот как купол. Как в Ешке купол, так и здесь в элементале. Последнее самое взаимодействие. Вода питает дерево, восстанавливает хп. То есть нам нужно сначала наложить какой-то скилл с деревом, с элементалем. А потом водой долбануть. И у нас восстановится хп. Причем восстанавливается сразу же 5 стаков по 500. То есть 2 500. И себе, и союзникам. Как это работает? Давайте я сразу продемонстрирую. Главное не умереть в нашем деле. Итак, эфка это дерево. И бам! Отхилились. Дальше у нас пошли опять дерево. И назад я. Бам! Отхилились. Вот сейчас было хорошо видно. Я до этого не попадал что-ли. Во! Короче оно как-то тут не сразу срабатывает. Вам нужно на эти элементали смотреть, которые появляются. Либо смотреть в дебафы фрага. Потому что бывает, вот я нажму, к примеру, скилл с деревом. Он пока там на враге не появился, я не отхилюсь. Если вдруг вы перепутаете, как я сейчас перепутал, то вы наложите другой элементаль. И все пойдет не по плану, скажем так. Давайте последний раз. Так, дерево наложил. И включают хилл. Бам! И сразу же 2 500 восстановил. Круто, круто. Так, едем дальше. По элементалям мы разобрались. Дальше у нас идут несложные комбинации. Тут их продление. Это даже смысла смотреть нету. Все очень просто прожимается. Ну и пожалуй все. И суть мы выбираем кому что надо для PvP. Либо для PvE. Что касается PvE, какой скилл у нас кастуется дольше всего и в котором мы не хотим получить урон, туда и ставим. Я бы наверное посоветовался поставить вам, ребята, с Shift-LKM в PvE. Берем Shift-LKM. Долго кастуется и зато будет блок спереди. Так, теперь давайте сразу же по мувменту, по передвижению. Что нам здесь понадобится? У него есть просто блинки. После каждого блинка мы можем нажимать LKM, либо PKM. Либо просто постоянно LKM нажимать. Если нам не нужно соблюдать какую-то ротацию в устойчивости, в неуязвимостях и тому так далее подобное. Также у нас есть прыжочек сперед Эфа. Получается следующее. Это я просто юзаю вперед Shift-LKM, PKM, вперед Эф. Что у нас есть? Shift-пробел. Превращается в тигра и можно продлить тем же LKM вперед, прыгнуть еще дальше. Далее, как мы можем сделать передвижение на большую дистанцию. Нажать назад F, исчезнуть, повернуть камеру, пролететь, сделать блинк и потом благодаря блинку вы переходите во вторую стойку обратно. Что у нас получается? Назад F нужно именно продержать, пока мы не исчезнем. Еще раз. Исчезли, развернули камеру, пошли. Затем сделать просто Shift-вперед и затем нажать Shift-пробел. Виртуальную клавиатуру вам включу, чтобы удобнее было. И все снова покажу. Зажали назад F, развернули камеру, прыгнули, Shift-пробел, в конце LKM, вперед F, LKM, шифтанулись и опять PKM. Вот такой вот мовмент у него по передвижениям. Далее, что касается еще от хила. Есть крутецкий скилл, который хилит хп, восстанавливает 4 раза. Но за каждую потраченную секунду в воздухе выносливость минус 200. То есть если у вас на капе 3500-4000 выносливости, в принципе не так уж и много. То есть мы, получается, восстанавливаем за 800 выносливости 1000 хп. Плюс у нас еще остальные, да, восстановления хп. Как это работает? Это просто пробел. После любого скилла вы можете его нажать. Если мы его нажали, находясь над мобами, то персонаж у нас будет стоять долго хилиться. Если мы его нажали просто, и никого под нами нет, то он быстро спускается. Давайте еще раз посмотрим. Ну, как видите, он стоит в 2 раза меньше. То есть буквально там секунду-две у вас тикнет, восстановите немного хп и побежите дальше. Если для пвп, это очень крутой скилл, потому что вы стоите в неуязи. То есть, к примеру, вы хотите забайтить на себя людей, просто отвлечь их внимание, врываетесь и, к примеру, после каждого скилла уходите в пробел. Затем опять переходим. Начинаем блинкаться. Начинаем тут что-то кастовать. И опять ушли в пробел. Опять стоим в неуязи. Ну, не имбали. Имба, думаю. Так, ладно. Это что все касается выживаемости. Теперь чисто от меня по поводу того, какие массухи, урон и тому так далее подобное. Я уже потестил. Комбинации я сейчас вам покажу. И могу сравнить его полностью с Наследным Мудрецом по урону. Потому что, в принципе, проказ примерно такой же скорости. Но единственное, что Наследный Мудрец у нас все время бьет перед собой. А тут есть вот такие крутецкие массухи на полэкрана. Даже больше. Это как водоворот. Но массухи большие. На 360 градусов две массухи. Круто. Далее, что я еще отметил. То, что у него шикарная выживаемость благодаря неуязам. Это я уже сказал. И то, что на той же массухе мы можем поставить оглушение. То есть, если мы раскрутили нашу массушку, то поставили оглушение. Что касается, теперь добавим сюда про нокдауны. Количество нокдаунов довольно большое. Но многие не работают в PvP. Нужно сидеть, читать, изучать. То есть, комбинации именно в PvP мы сегодня не будем разбирать. Потому что, ну, я не готов делать какой-то гайд. Это у нас такой обзор. Плюс, параллельно, рассказываю вам про комбинации, которые нашел. Ну, и которые я сам использую. Теперь по забафу. Что нам необходимо? Нам необходимо использовать вперед ТЭФ, так как он дает 20 защиты. К сожалению, пробуждение навыка на вперед ТЭФ не поставить. Так бы сразу же давался ракет. Но ничего страшного с любого другого скилла. Мы, конечно же, его можем пробафить. Если его сравнивать с другими классами, у которого разгоняется снижение. Да, конечно, несравненный наш гигант и страж там по сорокету дается. Ну, хотя гиганта понерфили. Там, по-моему, теперь дается трицак. И то он, по-моему, теперь не постоянно может на себя накладывать. А вот у стража так все здорово и осталось. Плюс 40 снижения. Поэтому героя по-любому в ПВП одеваем в поглощение. Ну, либо в снижение, кто как привык говорить. По поводу самого забафа. То нам необходимо. Нам необходимо нажать вперед Ф, сблизиться и зажать ПКМ. После зажатия ПКМа у нас будут два скилла, которые уходят в КД. Вот эти два скилла. Это у нас топор и удар в прыжке. Сначала мы ставим пробуждение навыков скилл удар в прыжке, так как он будет даваться первым. И здесь сразу же нам нужен будет урон по монстрам и скорость атаки нам набафает. Далее на топор мы ставим всю защиту и шанс крит удара. Потому что далее пойдут навыки, в которых не 100% шанс крит удара. И как раз 12 секунд нам вполне будет достаточно, чтобы залить парик. Сегодня в видосе будем разбирать одну длинную комбинацию, которая необходима для тех, у кого мало атаки. И одну универсальную, где можно использовать половину скиллов на один парик, они уходят в КД, и половину скиллов на другой парик. Как раз таки вот эти морфы у вас сейчас перед глазами. Сейчас начнем с длинной комбинации. Но прежде чем его показать, хочу вам посоветовать сервис VPN LogoFast. У меня к примеру ping 120, я уменьшаю LogoFast до 60-70 и прекрасно себя чувствую. Уже пару месяцев пользуюсь этим сервисом. Также в этом сервисе у нас присутствует починка дискорда и починка ютуба. Если ребята вы хотите решить такие проблемы, то спускайтесь в описании к видео. Там есть ссылочка на LogoFast и промокод VULFI с большой буквы на 30% скидку. Давайте начнем с пробуждения навыков. Как я уже и сказал, мы начинаем с ПКМ, потом его задерживаем, продлеваем еще ПКМ. Бафается шанс, защита, урон и скорость. Далее у нас идет по комбинации Shift-PKM-PKM. Shift-PKM у нас накладывает урон в спину и крит урон персонажа. Дальше мы прожимаем Shift-F, что дает дебаф по всем мобам. И плюс у нас элементаль срабатывает, что после огня мы даем землю и тем самым еще минусуем защиту монстров. Как видите, написано дерево усиливает огонь. Нам еще наложится 5% особого урона. И плюс, если вы прочитаете выше, тут есть вся защита минус 20. Вот как это выглядит. И уже смотрите, сколько пробужденных навыков. Дальше мы нажимаем Shift-Q. Это у нас навык земли. После Shift-Q мы нажимаем назад ПКМ. Это у нас уже получается то, что мы огонь обогащаем землей и даем себе 3000 хп. Вот Shift-Q и назад ПКМ. Видите, 10 тысяч хп стало. Плюс у назад ПКМ я поставил урон атаку в спину и крит урон персонажа. То, что у нас будет ребафаться, когда мы в начале комбинации даем Shift-ПКМ. Здесь мы его продлим, чтобы нам хватило до конца комбинации. Дальше смотрите, нам не нужно земля рождает металл. Это нам не нужно, это в ПВП. И нам нужно на металле собирается вода. Дальше у нас идет продление комбинации. Это Shift-ЛКМ, ЛКМ, назад ЛКМ, Shift-Е, Е. Это мы добавили воду. После этого нам необходимо дать на металле собирается вода. Но звучит, как будто бы нам нужно сначала дать металл, а потом воду. Нужно дать наоборот. Сначала мы даем воду. Shift-Е, Е. Затем Shift-ЛКМ, ЛКМ, назад ЛКМ. И нам забафывается снижение урона плюс 10%. И завершаем все это F-дерево и назад Е зажимаем. Таким образом в конце мы еще отхиливаемся. Вот такая длинная комбинация получается с данными пробужденными навыками. Ну и мы с вами соблюдаем все элементальные способности, которые у нас есть, кроме Земля рождает металл. 10% игнорирования, снижения для контроля и в PvP нам не надо. Какая у нас получается длинная комбинация? Смотрите. Вперед F, ПКМ, затем Shift-ПКМ, зажали опять ПКМ. Shift-F, затем Shift-Q, назад Q, назад ПКМ. Shift-E, E, Shift-ЛКМ, ЛКМ, назад ЛКМ, F и назад Е. И улетели в конце, восстановили себе ХП. Еще раз повторю, что это комбинация для тех, у кого мало урона, мало защиты. Она вас и хилит, и бафает, и парик жирный. Вы сможете таким образом такой длинный комбой убить. Так, теперь давайте, ну и если гира не хватает, вы, к примеру, думали о покупке аккаунта, вы можете написать мне в Телеграме, в ВК, в Дискорде, либо там хотели сразу ворваться на осады и получить хороший гир. Или же вы хотели продать аккаунт, то тоже пишите мне, либо если меня не найдете, пишите в Ульфе. Так, смотрим, сделал себе поменьше атаки под данную комбу. То есть хотел еще немножко дополнить, когда вы, к примеру, вам уже отхил в конце комбы не нужен будет, когда мы даем FSE в конце, да? Вы можете после Shift F F добавлять, ну и в принципе все. 296 атаки. Не уверен, конечно, что именно здесь убью, но сейчас протестим. Не, нормально убил, слушайте. Это еще без Ешки и без ульты. Чху, вообще легко. Я знаете, когда убил? Когда у меня Shift LKM начал кастоваться. То есть я даже назад LKM не докастовал. То есть если быстро прожимаете комбинацию, все морфы, криты на вас лежат, вы убиваете быстро Барик. Давайте еще раз. Эх, чуть-чуть не хватило. А, это багнулись мобы, все, понял. Короче, нормальная комба. Забирает жирные парики с маленькой атакой. Стоять можно. Конечно, это не ДК и не лучница, которая за секунду раскастовывает миллион скиллов. Но, как видите, магет. В данном сетапе, при данном бафе у меня было показатель урона. Сейчас посмотрим. 919 плюс 30, то есть 949. Небольшой показатель, учитывая, что здесь нужно 1100. Так, теперь давайте разберем две комбинации, короткие, когда у вас много атаки. Одна из них быстро кастуется, вторая помедленнее. Ну, прежде чем перейти ко второй комбе, хотел бы вам сказать, что если у вас возникли проблемы с пополнением, с покупкой игр, там, Диабло, к примеру, либо какие-то другие, мобилки, GPT-чаты, Google Play, Apple Play, что-то заказать в интернете не получается. Обращайтесь к Вульфе. Опять же, в телеге, в ВК, в Дискорде. Пишите, подскажет, что можно сделать, как там, что намутить, либо поможет сама. Вторая комбинация, как я и говорил, делится на две части. Верхние пробуждения навыков мы оставляем неизмененными. Единственные два последних меняем. На F-ку ставим урон атак в спину крит персонажа, а на назад ПКМ ставим, вся защита противника, минус 20 урон атак понизу. Поехали. Во второй комбинации две части. Одна часть, вы уже с ней знакомы. Сейчас я ее и продемонстрирую первой. Мы нажимаем опять вперед F, ПКМ, ПКМ. Затем нажимаем Shift-ПКМ, ПКМ, Shift-F, Shift-Q. И теперь назад Q не нажимаем. Сразу же нажимаем Shift-E, E, Shift-LKM, LKM. И назад LKM добиваем мобов. Бам! Такой в конце взрыв. Мне до чего нравится. Сразу вспоминается эта сказка. Герда и Кай. Или Снежная Королева. Снежная Королева, по-моему. Напишите в комментариях, как точно. Мне очень нравилось в детстве. Это первая комба. Что у нас тут получается? На нас накладываются все те же самые элементалии, то, что мы проходили. Но единственное, что мы не уводим в КД парочку скиллов. Мы не уводим в КД наш назад ПКМ, который нам понадобится на другую комбу в этом подразделе. И мы не уводим здесь F, с назад Q. То есть этот парик мы убили. Давайте теперь я быстро прожму. Первый парик мы убиваем вперед F, ПКМ, ПКМ, Shift-ПКМ, ПКМ, Shift-F, Shift-Q, Shift-E, E, Shift-LKM, LKM и назад LKM. Ночь настала, нифига не видно. Первый парик у нас улетел. А вот во второй парик мы начинаем так же, вперед F, ПКМ, ПКМ, а потом нажимаем назад ПКМ. Затем нажимаем F, SQ, Shift-LKM, LKM, назад LKM и заканчиваем Shift-E, E. Объясняю, почему здесь я дал чуть-чуть наоборот. Не сначала дал Shift-E, а потом назад LKM. Потому что, когда добиваю парик, мне не нужно его перепрыгивать. Я когда, если дам в конце, как вы видите комбан на экране, если я дам предпоследним скиллом Shift-E, E, я могу прыгнуть немного и у меня какие-то мобы сзади меня окажутся. Поэтому обязательно нужно давать сначала Shift-LKM, LKM, назад LKM и потом сюда же Shift-E добить уже монстров. Если у вас хотя бы там чуть-чуть хп останется у мобов и вам нужно двигаться вперед, вы можете нажать назад E и полететь вперед. Теперь давайте эти две комбы, которые сейчас маленькие разбирали, повторим быстро на манекене и пойдем уже на мобов. Покажу от парика до парика, как они кастуются. Поехали. Это у нас первая закончилась. Теперь мы влетаем во второй парик. И закончилась вторая. А, ну по пробуждению я еще скажу, то что у нас получается вот эти данные два скилла мы даем в первой комбинации короткой и вот эту даем, а во второй короткой комбинации мы даем вот эти два скилла и вот эти два скилла. С этого скилла мы дебафаем мобов, с этого скилла дебафаем мобов. То есть вот они разделены, получится 1, 2, 3, 4 разделена и 1, 2, 3, 4. Теперь поехали на мобах. Эту комбу вы можете, если у вас много атаки, либо у вас допустим там 290-300 атаки в гайфе попробовать. Как я говорил, на бусте в шпаргалке там все инкрустации, световые камни, все-все-все есть под бафами, вы вполне сможете фармить. И там расписано на каком споте, что, когда, где лучше фармить. Ну, к примеру, мы первый парик врываемся с данной комбой. А во второй парик, уже со второй частью комбы. Костанул как-то медленно, поэтому они не умерли. Давайте еще раз по новой. Как видите, первая часть, она такая больше ауешная. Огромные, огромные взрывы. А вторая уже такая более скромная. Но с полным, опять же, забафом. Все как мы любим. И во второй, получается, части, ауешки меньше, поэтому, допустим, там где-то сбоку, может быть, останется у кого-то маба чуть-чуть хп. Но обе комбинации мне понравились. Смотрите сами, какую выбрать. Себя еще хочу добавить. То, что у персонажа в пвп явно не хватает урона. Вот, допустим, если мы будем разбирать наследного мудреца и сравнивать с ним. То есть у нас будет прокаст. Ну, примерно, да. То есть мы ворвались. Допустим, застанили. Дальше продлеваем какими-нибудь скиллами перед собой с блоком. Дали еще массух. И пока мы эти комбинации все кастуем, нам все равно он придет смещаться в сторону. Для того, чтобы, допустим, кинуть то же дерево сделать. И докинуть туда воды, чтобы отхилиться. Либо поотвлекать врага. То есть это у нас такой не супер дэмэдж дилер, но хорошо выживающий персонаж, который прыгает. И при этом у нас нету дальних контролей. То есть в пвп я играю сейчас наследный мэгу. И он уступает наследный мэгу явно масс-пвп. То есть я буду для пвп все-таки ждать буста, а в пве вполне юзабельно. Не скажу, что герой простой и так же клево и весело на нем прожимать кнопки, как на страже. Это вы сами видите. И массухи всего получается у него 2-3 штучки. Но они все-таки есть. И на 360 градусов, в отличие от наследного мудреца. Но приятный и приятные комбинации. Сама механика класса мне очень понравилась. То есть перлабусы в очередной раз, уже в 28-й раз. А если еще умножить на 2 стойки, в который раз получается, напишите в комментариях. Они нас удивляют. То, что они придумывают все каких-то прикольных и прикольных героев. Тем более, этот персонаж в миле трейне, я думаю, найдет свое место именно в масс-пвп в миле трейне. Либо на арене крови. Если я буду его мейнить, как я и говорил, обязательно сделаю через пару месяцев хороший гайдик. Ну, либо раньше. Смотря когда вы там видос посмотрели. Для вас, может, уже это время и настанет. Попрошу вас подписаться на канал, поставить лайки. Обязательно приходите к нам в дискорд, в группу, в ВК, в телегу. У нас живые чаты, вам всегда помогут. Мы всегда с Вульфи на связи. Сейчас идут стримы у меня по Трон Либерти и Блэк Десерт. Блэк Десерт я стримлю в основном Асады. Трон Либерти сейчас больше направленность в плане часов. То есть, БДО мы все равно разбираем, выпускаем гайды. Постоянно общаемся с аудиторией, если кто-то пишет в ЛС. На стримах я могу ответить запросто на вопросы, если вы приходите и вдруг стрим по Трон Либерти. Трон Либерти просто необходимо время, чтобы разобраться в игре. И, так сказать, поставить на поток наше гайдоделание. Я вам желаю хорошего дропа, отличного настроения, изучения класса и до встречи в следующем видео. Пока-пока!